Всем привет! Много у меня было разные электроники в обзорах, но такого аппарата еще нет. Я поначалу думал, что это вообще какой-то блок управления космолетом. Ну, маленьким. Но нет, это программируемый лабораторный блок питания. Я ни разу не электрик, и мне такие штуки в быту ни разу не пригождались еще. Но знаю, что много народу мастерят и ремонтируют с помощью такого блока разные приблуды. Модуль RD-6012W выполнен в виде панели, которая может быть частью корпуса. Имеет большой 2,5 дюйма экран и клавиатуру. На дисплей вводится очень много информации. Можно выбрать отображение информации не только о значениях тока и напряжения, а и в виде графика, отображающего их изменения в ходе работы. В модуле предусмотрена установка батарейки типа SR1220 для питания часов реального времени. Для зарядки аккумулятора добавлен отдельный выход, зеленая клемма. Основные возможности и характеристики такие. Комбинированное управление с помощью клавиатуры и энкодера. Большой цветной экран. Специальный выход для зарядки аккумулятора. Память для хранения настроек с быстрым доступом к сохраненным настройкам. Новое программное обеспечение для ПК и смартфона. Wi-Fi соединение для управления с помощью смартфона под управлением Android. Возможность обновления прошивки. Загрузка логотипа. Два вида отображения основных данных. Цифровое значение и в виде графика в реальном времени. При тесте я не смог его нагрузить на полную мощность, так как не было блока питания на 60 вольт, а только на 48. Но и не было прибора, которому потребовалась бы такая мощность 60 вольт и 12 ампер. Но проверил как мог. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы знаете приборы, которым нужна такая мощность блока, то напишите в комментариях, пожалуйста. У меня такой блок впервые, и я еще не познал весь диапазон работ, которые можно делать с такой штукой. Подскажите? Ну а теперь давайте пройдемся по меню. Ну а теперь давайте пробежимся по настройкам этого блока питания и что он может. И вообще посмотрим, как он работает. Для начала подключаем к нашему блоку питания другой блок питания, который запитает его. И мы видим вот такие вот значения. 24 вольта к нам приходит. И мы можем выставить, что уходит у нас максимально... Пока что мы выставили 14 вольт. Значит нажимаем у нас вот так. И мы можем выдать с него 24 вольта 13 ампер. Ну почти 23 вольта 15 ампер. Почти 24 вольта. Но давайте пробежимся по настройкам. Итак, ну и то, что он может. У нас есть здесь разъем USB. Это значит то, что прибор работает от компьютера, от программ. А также с задней стороны мы видим, что можно подключить Wi-Fi модуль. Вот он у нас присутствует. То есть для того, чтобы устройство работало по Wi-Fi. Но, честно говоря, также смотрите, у нас есть еще датчик температуры. Все это работает, все это без проблем. Честно говоря, я не знаю, зачем нужна работа от Wi-Fi и от компьютера. Потому что у нас есть огромный, замечательный дисплей. Тут все видно, все настраивается, все понятно. Он, кнопочка включения-выключения, он off. Сюда подключаем крокодильчики. Или, смотрите, можно сюда зажать кабель. То есть подключаете кабель, зажимаете и все работает прекрасно. Итак, V-SET. V-SET это у нас настройка вольтажа. Можно писать вот так или вот так. V-SET 12 вольт и ENTER. V-SET 15 вольт и ENTER. Можно писать через цифры. Также I-SET. I-SET это у нас ампераж. Также можно выставлять, допустим, 10 ампер. ENTER. И у нас будет выдавать 10 ампер. Вот. Ну, оно сейчас нам ничего не выдает, потому что у нас ничего не подключено. Далее давайте пробежимся по меню. Итак, мы видим, что у нас мигает наша кнопочка. Мы вот нажимаем, включается у нас прибор. Как видите, в начале есть логотип. Чтобы перейти в раздел меню, нужно нажать SHIFT и меню. То есть, если просто нажать меню без SHIFT, ничего не происходит. Ничего не происходит. Нажимаем SHIFT меню. Видим, у нас есть, по-быстрому пробежимся, бузер это у нас звук. Вот, нажимаем ENTER и ищем. Идем вниз. Бузер это у нас звук. Вот видим, звук выключился. Звук включился. Я убираю звук. А также лого. Лого это приветствие в начале нашего запуска. То есть, сейчас посмотрим. Вот мы выключили. Вот мы включили и сразу у нас без лога начинается наше отображение. Дальше. Это у нас видно, что интерфейс USB. Так, это у нас адрес для подключения. По Wi-Fi, как я понимаю. Это у нас дата, которую мы можем изменить. Но, смотрите, я не вставил бы эту батарейку. Эта батарейка нужна для того, чтобы дата и время не сбивалось. Пока что я ее не вставил. Мне это не принципиально. Вот, это у нас время. А это у нас режим отображения. Отображение показателей. Slow, height, middle. То есть, быстро. То есть, медленно, средне и очень быстрое отображение. Вот. Мне на slow нормально. Это среднее отображение. Вот. Так что, ну, вы уже сможете себе поставить, как вы хотите. Так, переходим далее. Тут мы видим отображение. Вот так можно установить график отображения, чтобы у нас наши показатели отображались в виде графика. Вот мы видим, что график растет. А можно сделать, чтобы наши отображения отображались в виде обычных цифр. То есть, все просто легко. Также мы можем выбрать наши сценарии управления. То есть, на M1 вы можете задать, например, вам нужно 12 вольт 5 ампер, чтобы прибор выдавал. Потом на M2 там какие-то другие обозначения. То есть, считайте, что у нас есть 9 сохраненных закладок, скажем так, плюс одна текущая. И далее переходим. Мы тут уже видим температуру. Это я не знаю, что это. Это, наверное, прошивка. Вот. Так же самое. Выключаем, включаем. Все очень легко. Просто понятно. Вы меня извините, что обзор, так сказать, неполный. Потому что у меня нет приборов. Ну, и у моих друзей нет приборов таких, которым бы нужно было, например, 60 вольт 12 ампер. Но данный аппарат может выдать вам 60 вольт 12 ампер. Ну, если, конечно, есть у вас соответствующий блок питания. Строго меня, пожалуйста, не судите. Я вообще даже близко не электрик. Сделал обзор для вас как мог с теми знаниями, которые были у меня. Если есть у вас какие-то подсказки для меня, напишите, пожалуйста, их в комментариях. Я вам буду очень признателен. Спасибо вам за просмотр. Был рад для вас стараться и обозревать данные чуда. А так же ставьте лайки, если обзор вам пригодился хоть как-то. Всем спасибо. Всем пока. Скоро будет очень много всего интересного и полезного.